Уровень воды в разлившейся в Соболеве реке пошел на спад. К утру 3 июля он составил порядка 330 сантиметров. Дом на совхозной один больше не заливает. Вода все еще остается на придомовых территориях, но и оттуда постепенно уходит. В селе начат подворовый обход, сообщил министр края по ЧС Сергей Лебедев на своей странице в соцсетях. Напомним, 2 июля уровень воды в реке Большая Воровская из-за обильных дождей достиг 349 сантиметров. Это на 24 сантиметра выше критической отметки. В Соболеве подтопило один жилой дом и 38 дворов. В райцентре ввели режим ЧС, развернули пункты временного размещения местных жителей. На случай непредвиденных ситуаций в село прибыли спасатели из краевого центра. Канал поставки наркотиков из Москвы на Камчатку закрыли полицейские. У злодеев все было четко организовано, но все же правоохранителям удалось развалить криминальную схему. Первым на скамье подсудимых оказался 29-летний иностранец, который устроился на работу к жителю столицы. По указанию начальника, соучастники арендовали частный дом и обустроили в нем лабораторию. Обвиняемый занял должность химика. Трудился он, не покладая рук. Так, производственная мощность составляла до 10 килограммов запрещенки в неделю. Продавать товар преступники планировали с помощью закладок и почтовых отправлений. Несколько партий сложили в упаковки от детского питания и отправили в Петропавловск. Двух получателей сразу же задержали транспортные полицейские. В посылках обнаружили больше 800 граммов энметилофедрона. По версии следствия, злоумышленники планировали разбить оптовую партию на разовые дозы и продавать бесконтактным способом. В дальнейшем полицейские и бойцы Росгвардии провели обыск в столичной лаборатории, откуда изъяли свыше 11 килограммов наркотиков, 600 литров прекурсоров, упаковочные материалы, реактор и другое оборудование. Кроме того, в лесополосе Одинцовского района были найдены два тайника, в которых лежали больше 2,5 килограммов запрещенки. Уголовное дело в отношении химика направлено в суд. Решение фигурант будет дожидаться в СИЗО. Расследование в отношении других участников ОПГ продолжается. Проезжать к пассажирам через огромную яму на автостанции вынуждены водители городских автобусов столицы Камчатки. Серьезное препятствие уже давно образовалось на выезде с разворотной площадки на 10-м километре, откуда автобусы отправляются за пассажирами на остановку, а затем следуют в сторону КП. Работники транспортных компаний жалуются на опасную обстановку на проезде. Чтобы на проблему обратили внимание, рассказали о ней в репортаже. Его снял и опубликовал один из водителей – автор ютуб-канала «Камчатский светлячок», представившийся Владимиром Комаровым. «Конечно, я лично не знаю всей причины, почему эта яма там находится. Хочется верить, что просто власти не знают о том, что эта яма там. Но надеюсь, что хотя бы этот сюжет станет некой отправной точкой в деле о ликвидации этой канала. Такое чувство, что скоро мы будем в неё просто нырять, то есть мы – это водители автобуса, а на ЖБФ выныривать, ну или где-нибудь на СРВ». Автор сравнивает яму с каньоном и сетует, что каждый раз, проезжая её, водители рискуют разбить транспортные средства. Крайним при этом окажется сам работник. В итоге ему придётся за собственный счёт оплачивать дорогостоящий ремонт. Также водители говорят, что в часы пик на проблемном участке образуются скопления автобусов. Из-за ямы легко потерять управление и влететь в соседа. «Автобусы повреждаются. Постоянное столпотворение на повороте не позволяет нормально выезжать с поворота. То есть автобусам приходится оттолкаться. А мы знаем, что маршрутов много, и десятки километров – это своё родное отправная точка для многих из них». Помимо этого, из-за неровностей существует угроза взрыва покрышки, что опасно для проходящих мимо пешеходов. Один из водителей рассказал о повреждении своего автобуса, полученного от удара о землю. Водители просят власти решить проблему, ликвидировав яму. Это необходимо для безопасности всех участников дорожного движения и поддержания исправности автобусов, перевозящих жителей Петропавловска по городским маршрутам. Беренгийский суслик на Камчатке погиб из-за безответственных туристов. Зверёк на вулкане Плоский Толбатчик нашёл оставшийся после людей кусок бумаги, затолкал его в рот, а вытащить уже не смог. О случившемся с Еврашкой написала в соцсетях жительница края. Она стала свидетельницей происшествия и обратилась к камчатцам и гостям полуострова с просьбой бережнее относиться к природе. А гидов гражданка призвала лучше информировать путешественников о правилах поведения на маршрутах. На сообщение отреагировал краевой министр природных ресурсов и экологии. По словам Алексея Кумарькова, произошла недопустимая ситуация, а безопасность зависит от государства, инспекторов и от каждого туриста. Министр отметил, что на Авачинском перевале после схода снежного покрова специалисты уже наводят порядок. Вскоре будут проверять и толбачек. Земляков и гостей Алексей Кумарьков настоятельно попросил не оставлять после себя мусор и нетерпимо относиться к проявлениям человеческого легкомыслия. В колонии за смертельное избиение Елизавчанина оставили уроженца Приморского края. Обвинительный приговор 22-летнему злоумышленнику вынесли в мае. Как сообщили в прокуратуре региона, тогда ему дали 8 лет строгого. Само происшествие случилось в феврале в одном из общежитий. Там между фигурантом и его приятелем разгорелась ссора. В опьянении злодей принялся избивать товарища, а также нанес ему увечья с помощью канцелярского ножа. Позже злоумышленник перетащил раненого друга в подсобное помещение. Там его обнаружила женщина и вызвала скорую. Мужчина умер на следующий день в нейрохирургическом отделении больницы. Подсудимый признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. После приговора он пытался смягчить наказание, но служители Фемида остались непреклонны. В 8 ближайших лет Приморец будет за решеткой. Решение вступило в законную силу. Жеребенка задрал медведь, бродивший на окраинах Петропавловска. Инцидент произошел накануне в районе Заозерного. Агрессивного хищника сейчас ищут специалисты. Об этом рассказал общественный инспектор Владимир Шабли на своей странице в соцсетях. Кроме того, по его словам, еще одного косолапого видели неподалеку от микрорайона Завойко. Горожанам следует быть осторожными. Возможен выход зверя к людям. Отметим, этим летом жертвой одного хищника уже стал конь, пасшийся у озера Приливного. Это произошло 7 июня. А 15 числа в Заозерном медведь гонял лошадь с жеребенком. Специалисты напоминают, в случае обнаружения хищника нужно сообщить о нем по номеру 112. Остались только угли. Частный дом сгорел дотла в Петропавловске. Пожар произошел утром 2 июля на улице Макарова в Серогласке. Чтобы справиться с пламенем, охватившим двухэтажное деревянное строение, к работе привлекли больше 20 огнеборцев, рассказали в МЧС. Однако к моменту прибытия специалистов здание горело практически по всей площади. Частично обвалилась кровля и перекрытие между этажами. Отстоять дом от огня не удалось, он полностью сгорел. В течение нескольких часов пожарные разбирали и проливали его конструкции. Однако в ходе тушения специалисты не дали огню перейти на соседние постройки. Пламя могло перекинуться на сарай, в котором хранилась емкость с дизелем, а также на соседний частный дом. Чтобы этого не допустить, огнеборцы дополнительно проложили магистральную линию от пожарного гидранта. Им удалось не допустить взрыва канистры и отбить от огня жилое строение. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС рассматривают несколько причин возгорания. Наиболее вероятные – неосторожное обращение с огнём и поджог. Движение по автодороге Мильково-Ключи Усть-Камчатск возобновлено для всех видов транспорта. Речь идёт об участке со 153 по 213 километр. Как напомнили в региональном управлении МЧС, ограничения вводили из-за дождя. Резкий подъём уровня воды создал угрозу размытия полотна. В целях безопасности были отменены пассажирские рейсы из Усть-Камчатского района в Краевую столицу и обратно. Над восстановлением повреждённых водой участков трудились специалисты. Ситуацию удержали на контроле местные власти. Сейчас опасность позади, движение по дороге возобновлено. Скопление автотранспорта не зафиксировано. В обновлённое здание переехал фельдшерско-акушерский пункт села Сосновка Елизовского района. Теперь пациентов принимают в комфортных условиях. Как рассказали в ЗАГС Собрании региона, ранее на протяжении многих лет специалисты вынуждены были оказывать сельчанам помощь в деревянном строении, не отвечающем современным требованиям. Новое же здание ФАПа находилось в плохом состоянии, нуждалось в реконструкции и работах по обустройству инженерных сетей. Было очень больно смотреть, когда мимо проходишь, разбитые окна, выставленные двери, всё. И вот люди в Сосновке постоянно напоминали руководству о том, что необходимо сделать это здание, привести его в порядок. Ну, администрация и Елизовская, и наша, наконец-то они добились того, чтобы сделали вот такое здание. Открытие ФАПа в обновлённом, отреставрированном здании состоялось накануне в торжественной обстановке. Перерезать ленточку доверили фельдшеру Наталье Абидец. И раздавайте по чуть-чуть всем. Ну, красиво, вы же видите, красиво. Новая мебель, всё новое, всё красиво, светло. Больше стало кабинетов. Появился стоматологический кабинет, аптека, прибавился прививочный кабинет, это очень здорово, его лицензируют, и мы уже детишек будем здесь прививать, не надо выезжать им в Николаевку. Раньше нельзя было. Ну, естественно, и взрослых. Ну, больше тут с детьми. Перед открытием в новом здании фельдшерско-акушерского пункта отремонтировали кровлю, провели наружные сети тепло- и водоснабжения, электричество, проложили внутренние инженерные коммуникации. Конечно, не обошлось без отделочных работ, как в помещениях, так и снаружи. Теперь здание украшает новый навесной фасад. Вы знаете, сколько лет стояло это здание. Мы помним, сколько лет оно стояло с выбитыми глазницами, и мы все хотели, чтобы в этом здании появилась жизнь. И очень важно, что фельдшерско-акушерский пункт открывается в день рождения нашего края. Наш край развивается, и когда мы говорим про реализацию национального проекта, это значит не только строительство новой краевой больницы. В первую очередь, развитие здравоохранения – это развитие вот таких фельдшерско-акушерских пунктов в наших селах. Потому что это важно в первую очередь для жителей. Для каждого из нас важно здоровье. Краевой депутат Оксана Герасимова поздравила сельчан с открытием пункта и отметила, что вопрос реконструкции здания решился при поддержке главы региона Владимира Солодова. В ближайшее время здесь начнется работа. «Да, мы не успели чуть-чуть закончить благоустройство, но я думаю, это в ближайшее время будет сделать, потому что вышел подрядчик не совсем достойный. Пришлось вот сейчас расторгнуть. И я думаю, в ближайшее время будет здесь красиво. И вам приятно будет приходить сегодня действительно не только за здоровьем, а просто пообщаться, встретиться где-то. Потому что следующим этапом мы восстановим второй этаж, в котором будет и раздевалки для детей, чтобы занимались спортом активно. Ну и ряд еще помещений, которые необходимы для жизни поселения». В Елизавском районе вводится уже пятая точка здравоохранения. Благодаря и нас проектам, и благодаря непосредственному вмешательству нашего губернатора Владимира Викторовича Солодова. Ну и, конечно, большое спасибо главе района Сергею Николаевичу. Присоединяюсь к словам Оксаны Владимировны. Поздравляю всем, всем большое спасибо. И главному врачу Кириллу Александровичу. На самом деле, вот этот вот новый ФАП, новый такой домик здоровья, здесь будет не только ФАП, но здесь будет и стоматологический кабинет будет работать. В течение буквально двух недель мы рассчитываем, что здесь начнет работать и аптечный пункт. Медицинское обслуживание без выезда из села смогут получать более 200 детей и 1200 взрослых жителей Сосновки. Специалисты отмечают, в новом ФАПе есть всё для полноценного приёма пациентов – медицинский, прививочный, гинекологический и зубной кабинеты, оснащённые современной аппаратурой. Ситуацией с мигрантами в столице Камчатки заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Ему доложат об итогах процессуальной проверки, которую запустили после комментария от жительницы региона в телеграм-канале ведомства. Женщина сообщила, что в разных районах краевой столицы иностранцы нарушают общественный порядок, не соблюдают правила дорожного движения, носят с собой оружие, а также не чураются оскорблений местных жителей. Кроме того, по словам заявительницы, на территории города планируется построить мечеть. Женщина считает, что этот объект может стать местом скопления мигрантов. Напомню, участок для строительства мечети на Камчатке не могут выбрать уже много лет. Весной стало известно, что обсуждаются вопросы о ее размещении за рекой Половинкой. В конце мая в Елизаве состоялись публичные слушания, на которые пришли порядка 400 человек. Из них только 10 поддержали решение о разрешении использования участка для стройки религиозных объектов. Остальные высказались резко против. 12 лет за решеткой может провести сбежавший виновник смертельной аварии на Камчатке. Дело 35-летнего водителя уже направлено в суд. Как напомнили в прокуратуре региона, трагедия произошла в мае прошлого года на втором километре дороги на Горный Мирный. Там пьяный мужчина за рулем Невы начал поворачивать налево, и в него врезалась шедшая на обгон Тойота Сурф. Поняв, что случилось, нетрезвый лихач тут же скрылся с места происшествия и не стал оказывать пострадавшему никакой помощи. 37-летний водитель японца от полученных травм скончался. Скоро виновнику аварии предстоит ответить перед законом за свои действия, а вину в совершении преступления он не признал. 27,2 чавыча обнаружили в багажнике браконьерского авто на Камчатке. Машину досмотрели вблизи поселка Сокоч в ходе рейда инспекторов рыбоохраны и полиции. Документов на право добычи и транспортировки продукции водитель предоставить не смог, рассказали в Северо-Восточном управлении Росрыболовства. Все собранные материалы инспекторы направили в полицию для проведения проверки. Машину, найденную рыбу, изъяли и отправили на ответственное хранение. Специалисты напоминают, за один экземпляр нелегально добытой нерки браконьерам придется заплатить 11,5 тысяч рублей, за чавычу и кижуча – по 10,5 тысяч. За один хвост кеты – штраф в размере 2 тысяч рублей, за горбушу – 961 рубль. А за один килограмм икры придется отдать почти 27,5 тысяч рублей. Как проходит работа, укладываются ли в сроки, что еще предстоит сделать. Ход благоустройства скверов проверили в столице Камчатки. Контрольная комиссия осмотрела объекты, ремонты строительства которых выполняются в рамках нацпроектов и мастер-плана Петропавловска. Они также включены в народную программу «Единой России». Партийцы совместно с представителями управления по нацпроектам, Народного фронта и прокуратуры, а также с депутатами Гордумы провели выездное совещание. Первой территорией осмотра стала верхняя площадка Никольской сопки – бывшей территорией телецентра. Там сейчас проводят подготовительные работы для обустройства интерактивного планетария. «Проект по благоустройству этой территории стал победителем во всероссийском конкурсе. На этой территории будут проведены работы по устройству дорожек, различные будут установлены малые архитектурные формы, будут выполнены работы по устройству амфитеатра и иные для того, чтобы каждый житель смог прийти и отдохнуть на этой территории, полюбоваться видами и природой». В конце июля на объекте проведут очередное совещание, чтобы проверить сроки выполнения проекта. Затем комиссия осмотрела ход работ на Озерновской косе. Там уже убрали старую тротуарную плитку, устанавливают бетонное основание. В планах сделать подпорную стену в виде длинной лавочки и установить детскую площадку. «10 октября мы должны закончить объект. Здесь должна лежать тротуарная плитка и завершённое строительство. Также установлена ветровая детская защитная площадка, конструкция уже в дороге и она должна закреплена уже на бетонном основании. Протяжённость объекта составляет 300 метров. На всей протяжённости будет уложена тротуарная плитка взамен старой и подготовлено под неё новое бетонное основание». Вблизи дома быта в районе КП участники выездного совещания проверили ход работ по благоустройству сквера. В планах – установить лесничные переходы и подпорную стену, проложить дорожки. В парке также высадят цветы. «Здесь работы, мы видим, выполняются в соответствии с календарным графиком, достаточно интенсивно. Подрядчик заверил, что все материалы получат срок. Но, конечно, мы ещё раз внимательно после уже июльских, так сказать, праздников всех в конце июля приедем и проверим все эти работы. На всех объектах был сделан акцент на то, что работы должны быть выполнены. Самое главное – качественно». Владимир Агеев также пообещал проконтролировать возведение и преображение объектов, вошедших в программу «Мастер-плана» – проекта по масштабному благоустройству краевого центра. Работа будет осуществляться совместно с городской администрацией и управлением по нацпроектам. Разгрести свалки на улицах потребовала прокуратура Милькова. Речь о контейнерных площадках на Чубаровой и Светлой. Оттуда давно не вывозится мусор. Сообщения об этом стали заполнять социальные сети, и надзорное ведомство отреагировало. По словам представителя компании, ежедневную уборку не проводят из-за поломки спецтехники. Еще одну свалку выявили в районе Старого кладбища на Солнечной. Туда складывают строительные отходы и отработанные автопокрышки. По итогам проверки районная прокуратура примет все необходимые меры, в том числе и по привлечению управления к ответственности. Что же касается крупногабаритных отходов, то прокуратура направит материалы по ним в полицию, чтобы выявить причастных. За заслуги перед Отечеством и доблестный труд получили награды жители Камчатки. Торжественную церемонию вручения приурочили к 17-летию со дня образования края. Почетными государственными наградами отметили работников в сфере спорта, образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и природоохраны. Выданы знаки и медали. Отметили, кроме того, представителей сферы управления. И сегодня для меня большая честь вручить почетные звания федерального и краевого уровня тем, кто наибольших успехов в этом деле достиг. Конечно, мы гордимся нашей перспективной молодежью, яркой, талантливой, неравнодушной, за которой будущее. И мы надежно смотрим в это будущее, оценивая перспективу подрастающего поколения. Ну и, конечно, я хочу высказать слова бесконечной благодарности каждому жителю Камчатского края. После вручения наград перед собравшимися в зале выступили солисты и ансамбли Камчатки. Напомним, край накануне отметил 17-летие. 1 июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ. Административное слияние стало основой для повышения экономического, культурного и социального потенциалов региона. Больше 2000 камчатцев пришли на станцию переливания крови за первые шесть месяцев этого года. Из них впервые сдали кровь 183 человека, почётных доноров России – 242. Но главное – в федеральный регистр доноров костного мозга вступили 215 жителей полуострова. Сотрудники краевой станции переливания крови провели больше 20 донорских мероприятий. Кроме того, они приняли участие в пяти российских донорских акциях и марафонах, направленных на пропаганду здорового образа жизни, донорства крови и костного мозга. Специалисты отмечают, все, кто хочет стать донором, обязательно должны быть старше 18 лет, весить не меньше 50 килограммов, быть гражданами России и не иметь противопоказаний к донорству крови. Дополнительную информацию можно узнать по номеру, который указан на экране или на сайте donor41.ru. 224 пары связали узами брака сердца в июне на Камчатке. Это в два раза больше, чем в предыдущие месяцы года. В апреле на полуострове зарегистрировали 168 браков, в мае – 128. Как рассказали в краевом агентстве ЗАГС, молодожены традиционно выбирают для свадьбы именно летний период. Отмечается, что на полуострове также организуют чествование в торжественной обстановке юбиляров совместной жизни. В июне в отделе ЗАГС Мельковского округа, например, 60-летие союза отметила семья Виктора и Веры Ворошиловых, а 50-летие – Александр и Валентина Списивиц. В Елизовском районе поздравления организовали для трех семейных пар. Кроме того, отделами записи актов гражданского состояния Камчатки в июне 217 семей получили свидетельство о рождении и малышей. Развод оформили 140 пар. Повышенное давление и дефицит осадков. В погоду последние десяти дневки июня на Камчатке проанализировали синоптики. Температура воздуха на большей части полуострова была близка к климатической норме. Холоднее обычного на 2-3 градуса было в Пенжинском районе, рассказали в Камчат-гидрометцентре. Там отметили, что в конце июня западные циклоны смещались на восток. В последние дни месяца активный атмосферный вихрь со стороны Хабаровского края вышел к северо-западному побережью полуострова. Декадное количество выпавших осадков соответствует многолетним значениям. Только на побережье Усть-Камчатского района и местами в западной части их выпало больше обычного. Дефицит осадков отметили в Петропавловске, в Усть-Большерецком, Елизавском районах, на юге Мильковского округа и местами на северо-восточном побережье. Отменили внеплановые работы, запретили переключение на центрах питания, усилили защиту и всё ради ЕГЭ. Специалисты Камчатской Энерго обеспечили надёжное и бесперебойное электроснабжение пунктов проведения госэкзамена в течение основного периода. Сейчас же энергетики занимаются подготовкой к дополнительным дням сдачи ЕГЭ, которые назначены на 4 и 5 июля. В эти дни учащиеся, желающие улучшить результат предыдущего экзамена по выбору, пройдут повторную аттестацию. Как рассказали в Камчатской Энерго, на периоды проведения основной и дополнительной итоговой аттестации отменены все текущие и внеплановые ремонты на объектах. На распределительных сетях, снабжающих школы электроэнергии, запрещены любые переключения. Специалисты осмотрели лэб и подстанционное оборудование, сформировали и проинструктировали дежурные выездные бригады. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение, энергетики определили места присоединения резервных источников питания. На электросетевых объектах усилили антитеррористическую защиту и обеспечили противопожарную безопасность. Большинство камчатцев считают себя достойными повышения зарплаты. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы Superjob, проведя на полуострове опрос. В ходе исследования выяснилось, что каждый третий офис-менеджер уже обратился за прибавкой. Еще 43% планируют сделать это в ближайшее время. Больше всего тех, кто недавно вел переговоры о повышении оклада среди маркетологов – 43%, логистов – 39% и дизайнеров – 35%. Еще больше специалистов, рассказавших, что скоро пойдут требовать повышения зарплаты среди кладовщиков – 55% и секретарей – 52%. Не решаются вести переговоры об увеличении оклада 44% операторов колл-центров, 36% учителей и 33% юристов. Бесполезно, все равно не повысят, проще новую работу найти, комментируют сотрудники колл-центров. Отмечается, что зарплата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.